Здравствуйте! Это «Право на маму». Сегодня я познакомлю вас с двумя довольно взрослыми девочками, особыми девочками. Обе они живут в пансионате для детей-инвалидов. От обеих отказались родители сразу после рождения. Но несмотря на то, что вся их жизнь проходит в стенах госучреждения, обе они по-своему уникальны. И очень хочется, чтобы когда-нибудь они вышли за стены высокого забора, держа за руку маму. Мир Ксюши – тишина. Во всяком случае, воспитатели говорят, что девочка ничего не слышит. Все 9 лет она живет в звуковом вакууме. История Ксюши трагична. Она родилась в благополучной семье, но ее родители оказались не готовы к тому, что у девочки не оказалось ушко и глазика. Поэтому отдали ее в дом ребенка и отказались. Но если вы увидите ее впервые, то ни за что не догадаетесь, что Ксюша не слышит. Как это произошло и с нами в мае прошлого года. Именно тогда мы познакомились с ней в первое ию. Ксюша привлекла наше внимание своим спокойствием и красотой и интересом ко всему происходящему. Вот уже три года у нее есть свой собственный учитель, который говорит, что за это время у Ксюши наметились большие успехи. Ксюша, она вообще девочка спокойная и она очень принимает, она хочет обучаться. Она на самом деле в ней это есть. Все, что она делает, она делает по подражанию. Но Ксюша не только подражает. Например, она отказалась просто складывать с конструктор, а сначала решила поиграть в него. А чуть позже снова сама уже начала складывать его обратно и самостоятельно поставила коробку с конструктором на место. И такая аккуратность – отличительная черта Ксюши. Руки моет, очень ест она аккуратно. Сама Ильичка она умывает. Мне очень нравится в последнее время, как она колготки идет даже с улицы. Например, после школы идем, и она поднимается, и она подтягивает сама колготки себе. На полу, если она вдруг видит какое-то мизерное, что-то валяется, маленькое такое, да, не хочу, она обязательно его поднимет. В первые минуты съемок Ксюша с опаской, а потом и с интересом, посматривала на нашего оператора. Особенно ее заинтересовал яркий свет на камере. А чуть позже она уже с удовольствием играла с нашим Колей. Бери еще кубики, бери. Еще бери, бери еще. Вот бери, вот бери. Она замечательно собирает латун. Она замечательна, например, по подражанию геометрические фигуры. Выкладываем треугольники, квадраты, прямоугольники. И она берет из общей кучи вот этих вот геометрических фигур именно те, которые необходимо положить друг на дружку в стопочку. Но, конечно, самое главное, что вдохновляет ее педагога, это желание учиться и познавать. Ну, вообще, в принципе, она молодец. Я обожаю этого ребенка. Ее умение схватывать вот информацию, которую ей предлагают, за ее желание адаптироваться вот в этом мире. А еще воспитатели и особенно педагог уверены, что у Ксюши сохранный интеллект. И лишь потому, что всю жизнь она живет в государственных учреждениях, где нет столько индивидуального внимания, она, конечно, умеет далеко не все, что в ее возрасте умеют домашние дети, пусть и с проблемами по слухам. А между тем, заболевание Ксюши прекрасно оперируется в России. И сейчас у девочки тот возраст, когда ей можно смоделировать и ушко, и слуховой проход, и научить ее слышать этот мир. Но сделать это могут только те, кому не безразлична судьба девочки. Даша совсем другая. Она веселая, озорная, бойкая, любит поговорить. И самое удивительное, то, что о ней с такой любовью рассказала ее учитель, что мне просто нечего добавить. Очень добрая девочка. Она помогает, она большая помощница. Если бы Даша была дома, она была бы незаменимой помощницей маме. Она бы обязательно везде вытирала пыль. Она это любит. То есть все социально-бытовые навыки у нее развиты. Я обучаю Дашу третий год. Даша учится в третьем классе. За время обучения она показала хорошие результаты. Во-первых, Даша очень нравится учиться. Она это делает с удовольствием. Во-вторых, она очень быстро схватывает материал. Все, что связано, логическое мышление у Даши хорошо развито. И вот эти задания на логику, как собирание паззлов, строительное конструирование по образцу. То есть у Даши хорошо получается. Нет, я не понимаю, куда. Ты можешь мне подсказать, Даша? Нет, не туда все я складываю. Вот сюда, точно. Слушай, какая ты молодец. Ничего себе, это на руки. Ух ты, да ты все, вообще все знаешь, слушай. Я, посмотрите, принесла новую игру. Даша, игра называется «Найди одинаковые фигуры», да? Да. Да. Посмотри, мы сейчас вот так вот все перемешаем. Теперь перевернем с тобой быстренько, да? Да. Да, собери, пожалуйста, по парам. Собери мне пары. Молодец. Кто это? Лягушка. Ква. Ква. Угу. Это кто? Птица. 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 Так, Владимир. Молодец. Конечно, память немного страдает, но в то же время, когда повторяешь изо дня в день одно и то же, то есть запоминается. Даша плохо говорит, но торопится. Если ее останавливать и проговаривать с ней слова, то у нее, конечно, все получается. Это кто? Ляля. Ляля. Подними, пожалуйста. Надень Ляль косвеночек. Ляля, что делала, Даша? Ляля, что делала? Ляка. Это Ляля. Она что делала? Спала. Па. Да. Положи, пожалуйста. И укрой. Как Ляля спит? Да. Не будем мешать Ляль. Да. А это что? Это это. Кто это? Кресло-качалка. Качалка. Скажи. Качалка. Качалка. Ка. Ка. Качалка. Ка. Ка. Молодец. Слоги некоторые Даша может прочитать из тех букв, которые мы выучили. Но она с удовольствием слушает, допустим, сказки. Вот у нас есть планшета, где идет сказка рассказывается, а потом обыгрывается. То есть она с удовольствием может обыграть сказку. Вот. Насчет музыки. Музыка и движение – это самое любимое занятие у Даши. Вот. При условии, что она слушает музыку и слышит. И так как у нас предмет называется музыка и движение, конечно, мы прослушиваем те песни, допустим, «Железновый», которые с движениями. И Даша часто у меня проводит занятия с другими детьми. То есть, ну, вот так, роль учителя. Она дружит, она знает всех детей, она помогает им. И у нее нету такого, чтобы посмеяться над кем-то. У нее, наоборот, соболезнования. И если, вот, допустим, за партой она сидит с девочкой, которая не получается, она обязательно к ней повернется и поможет. В какой семье Даши было бы наиболее комфортно? Многодетной. Да. Почему? Потому что Даша общительный человек. И она любит помогать. И когда она одна, мне кажется, что она чувствует себя неловко. А когда она с детьми, ну, более комфортно ей в этой атмосфере. И так как она любит помогать, она будет, ну, как бы уделять внимание детям, младшим особенно, если есть. Это была программа «Право на маму». До встречи на телеканале «Самаргиз». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова